Привет, мои хорошие, с вами Си и Лена, мы продолжаем мои ответы на ваши вопросы. И следующий по списку вопрос от Анастасии. Она спрашивает, боюсь очень знакомиться с парнями и строить отношения. Просто все внушали мне, что мужчине нужен интим, что они ищут девушек опытных, и что до свадьбы они не ждут, бросают грустные смайлики. Мне легче мужчине больше сварить. И поэтому считаю, что буду всю жизнь одна. Снова грустные смайлики. Девочке 21 год. Конечно, мне стало интересно снять видео на эту тему, потому что немножечко меня она удивила. Я сразу спросила, где она живет, в городе. Или я просто подумала, что такие взгляды и вот то, что такое внушали с детства, это, скорее всего, не в городе где-то, а может быть где-то в деревне. Я прошу прощения, я не хочу обидеть, просто как бы сразу у меня вопросы. Я сразу думаю, что лет может быть человеку 16-17, он молодой еще, да, и где-то растет вот в таком месте, где немножко еще такие, может быть, какие-то старые устои, там, старые взгляды, его так воспитываю, да. Ну, и как бы в большинстве своем, конечно, и в городе можно такое встретить, и в Москве, в большом мегаполисе, как бы, да, потому что разное воспитание, разные люди из разных мест, поэтому я понимаю, что такое тоже может быть. Что я могу сказать? Если вы спрашиваете меня, на мое мнение, то я могу сказать, что боюсь очень знакомиться с парнями. Значит, с парнями вам знакомиться самой не нужно, вам нужно только, там, выбирать объект и строить глазки, пусть знакомятся сами, первый момент. Начало попробовать так, если уж не знакомиться, то уже дело за другим. Строить отношения. Строить отношения бояться вообще не нужно, потому что, что тут бояться? Это прекрасное чувство, влюбленность, это радость на самом деле. И в построении отношений нет ничего страшного. Вы объясняете, почему вы боитесь? Просто все внушали, что мужчинам нужен интим, что они еще девушек опытных, и что до свадьбы они не ждут и бросают. Вот что касается вот этого момента. До свадьбы они не ждут и бросают. Мы живем в 21 веке. Можете о свадьбе вообще в принципе забыть. Это такая посредственная вещь, она вам абсолютно не нужна. Вообще, вот свадьбу уберите. Нужно смотреть на отношения мужчины. Как мужчина к вам относится, что он для вас делает. Просто на отношения. Представьте, что свадьбы вообще не существует. И даже если случится свадьба, поверьте, куча девчонок, которых бросали после свадьбы, которых бросают с детьми, которые даже еще, может, и не родились, или маленькие совсем, или взрослые, люди живут и 20-30 лет и расстаются. Поверьте, это не гарант ничего. К чему мы идем, к чему мы стремимся, сколько вы хотите прожить. Не факт, что вы столько проживете. Поэтому свадьбу вообще-то уберите. Это такая мишура для меня. Я считаю, вообще она не важна. И готова поспорить со многими даже. Что она ничего не дает, в большом счету, кроме как сделки с государством и какие-то вам такие документальные вещи. Что касается двух людей, любящих абсолютно, эта свадьба ничего не дает. Дальше. Что мужчинам нужен только интим. Да, мужчинам нужен интим. Да, мужчина первое, когда он видит девушку, он определяет для себя, хочу, не хочу. Это вообще нормально. Ничего в этом такого нет. И это классно, если они вас хотят. Замечательно. Они вас хотят. Сначала вы привлекаете, естественно, внешне и сексуально как-то. А потом уже идет все остальное. Мужчины такие. Ну, такие мужчины. Мы разные, вот из разных этих. Девушки, может быть, по-другому немного подходят. Хотя 50 на 50. Есть девушки, которые, слышит, также смотрят на внешность и на сексуальность. А только потом уже заглядывают в душу. В общем, это нормально. То, что вам внушали, как бы... Что это там плохо, может быть, или еще что-то. То, как бы, меняйте свои взгляды. 21 века в 21 год. Меняйте взгляды. Это нормально. И хорошо, что если мужчина вас хочет. Отлично. Вы как раз этим и можете идти дальше. Да, вот он вас хочет. И обычно мужчины, пока не добьются своего, они готовы на многое. Поэтому как раз-таки возможность за это время увидеть вашу душу, если вы так хотите. Да, допустим, до интим. И не страшно. Не страшно, если вы после этого с ним расстанетесь. Или он вас бросит. Или еще. Надо делать выводы. Что вы делали не так. Потому что девочки делают много всяких разных ошибок. Они бывают очень навязчивые. Они бывают агрессивными. Бывают поведение у них какое-то не то. Нужно прислушиваться, смотреть. Естественно, смотреть. Есть мужчины, которые хотят просто там секс. Они изначально показывают. Хотя бывают, что есть просто секс. А вы начинаете себя так вести, что он неожиданно для себя в вас влюбляется. И думает, ой, я хотела ее просто там чикнуть. А тут опа, такая звезда на самом деле нарисовалась. Я хочу быть с ней постоянно. Все зависит от нашего поведения. Так как мы ставим себя перед мужчинами. Но, естественно, есть мужчины, которые просто вот они еще не нагулялись. Они такие охотники. Они прям все помечают. Каждое яблоко надкусывают. И, конечно, таких тоже можно распознать. Такими не надо лезть. Пусть они идут развлекаются с теми, кто тоже хочет развлекаться. Это другой вопрос. На самом деле таких не очень много. Потому что все хотят любви. Все хотят быть нужными. И, слава богу, большинство мужчин хороших и достойных. Вопрос в том, кто еще нам попадается все время. И кому мы отвечаем взаимностью. Здесь нужно быть осторожным. Дальше продолжение. Что они ищут девушек опытных? Мужчины. Не все ищут опытных. Молодые в основном. Ищут опытных, интересных. Ну, как бы... Вот как правило. Например, постарше мужчины уже любят помоложе каких-то девушек. Потому что они чувствуют себя как-то круто с молодыми. В общем, это такой шаблон, один из взглядов, которые я не советую придерживаться. Вот то, что вам говорили. Мне легче мужчине сварить борщ. В смысле легче сварить борщ? Вы хотите, чтобы мужчина вас видел кухаркой? В первую очередь мужчина должен видеть вас девушку. Сексуальную, привлекательную, классную. Если вам легче сварить борщ, да вы найдете такого мужчину. Вы найдете мужчину, которому вы будете варить борщ, который не будет вас хотеть, будет ходить налево и не бросит вас. Потому что он будет любить классных девчонок, с которым хочется ему секс и чувствовать себя мужчиной. А вы будете просто кухарка дома, будете просто ему варить борщ. Не бросит, отлично. Хотя, может, и бросит когда-нибудь. Надоест ему это. Может, проще нанять там кухарку какую-то. Ну, в общем, не ставьте. В общем, как вы себя будете ставить, на самом деле, так и будет. Будете варить борщ, вас будут воспринимать тогда. Хотя нужно немножко с другим. Просто я вижу, что у вас, ну, видимо, проблема вот в том, что это вам внушали с детства, да, и так воспитывали. И то, что вы написали, это все плохо. Это все неплохо. Мужчина хочет интим, это неплохо. Мужчины, девушек ищут опытных, это неплохо. Надо становиться опытными, получать опыт, да. И поэтому считаю, что буду всю жизнь одна. И всю жизнь одной быть тоже неплохо. На самом деле, это тоже нам внушает социум, что вот, нужно выйти замуж ради детей до определенного возраста. Это все круто, если все это так получается. Но нужно не зацикливаться, что это одна единственная дорога такая в жизни. Если все вот так вот думают, то так оно и должно быть. Нет. Одиночество тоже должно приносить радость, тоже должно быть круто. В общем, я могу, честно говоря, много говорить на эту тему. И хорошо бы, чтобы у меня была обратная связь, потому что я люблю прям спорить на такие темы, да. Когда человек говорит, а как же вот так? Да вот так. А вот это вот то. А вот так. А я вот то. Вот люблю, конечно, это. Но здесь у нас нет обратной связи. Я надеюсь, что вы мне в комментариях напишите еще какие-то вещи. И уже на эту тему, которую сейчас здесь я рассказала, да, мы с вами попереписываемся просто в комментариях. И я поотвечаю на какие-то вопросы и свои убеждения, да. И все-таки нужно идти в ногу со временем. Мы не можем оставаться там в прошлом, когда весь мир и вся жизнь уже изменились. И приоритеты и ценности у людей немного поменялись. Как бы нужно подстраиваться под это, иначе вы будете страдать и будете все время как-то непонятно. Непонятно, где себя ощущать вообще и как вам себя вести. В общем, столько всего. Куча мыслей. Я надеюсь, ответила на ваш вопрос. Если что, в комментариях жду. Там попереписываемся. Понравилось, ставь лайк. Подписывайся на канал. А с вами была Селина Суэй. Мы увидимся с вами в следующем видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok